Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегет мы вместе с вами рассматриваем трудные места Священного Писания. И сегодня у нас вот такая тема, которую зачастую даже некоторые атеисты затрагивают. И она звучит примерно так. Зачем Бог ожесточил сердце фараона? Вот помните, в книге Исход говорится о том, что Господь призывает Моисея, чтобы он вывел богоизбранный народ из Египта, посылает его и при этом говорит, что «я ожесточу сердце фараона, и он тебя не отпустит». И вот если так вот чисто внешне подойти, получается, что Господь сам ожесточает фараона, сам делает его сердце жестким, и потом за это же еще и наказывает фараона, посылая ему всевозможные казни, вот 10 казней египетских. И получается так, что этот фараон такой бедный, несчастный, весь игрушка в чьих-то чужих руках, вот, а сам он тут вообще ни при чем. И зачем такие вот издевательства над этим добродушным и несчастным фараоном? Но на самом деле, если мы подойдем серьезно к этому вопросу и посмотрим, собственно, текст Священного Писания, то там речь вообще идет не об этом. Итак, вот эта книга Исход, вот, и прежде всего у нас в третьей главе мы читаем, как Господь вот призывает пророка Моисея. Помните, на горе Синай, вот, там является сам Господь в виде огненного пламени, который объял куст, при этом куст не сгорал, и Моисеев сказано «сними обувь с ног твоих, потому что земля, на котором ты стоишь, есть земля святая». И вот Господь призывает его, являет ему свое имя, Яхвах по-древнееврейски, по-древнегречески «гоон». Это имя, кстати, вписывается в нимб Господа Иисуса Христа, указывая на его божество, и означает как «сущий», тот, кто подлинно существует, тот, кто обладает подлинным бытием и дает всем истинное бытие. Вот, и Господь призывает Моисея, говорит ему «пойди к народу израильскому, объяви о том, что вот теперь воля Божия, выйти из египетского плена, где они находились в очень тяжелых таких трудах, потому что фараон и его все приспешники, они притесняли израильский народ, и те находились на правах рабов, а точнее без всяких прав, выполняли самые тяжкие работы, и существование было крайне вот таким тяжелым чисто в социальных, если рассматривать мерках. И вот Господь говорит, и вот здесь вот есть самое уже ключевое то, на что, пожалуй, почти никто не обращает внимание, когда рассматривают вот упомянутую нами тему в отношении фараона и ожесточения его сердца. Вот Господь говорит, что «пойди собери старейшин израилевых и скажи им, что вот Господь вас теперь выводит». И дальше Моисею Бог говорит, что «они, то есть старейшины, послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израиля к фараону». И вот дальше самая ключевая фраза, вот это на самом деле очень важно, то, что приоткрывает уже все последующее. «Но я знаю, что фараон, царь египетский, не позволит вам идти, если не принудите его рукою крепкою». Вот здесь уже в самом начале вот этого повествования о фараоне и отношениях Моисея с фараоном, говорится, что Господь заранее видит, предвидит, что фараон сам не захочет отпустить израильтян. То есть, почему так? Потому что Господь, он видит сердца людей. И Господь видит, что фараон, он уже и так жесток. Фараон не был действительно какой-то там слепой игрушкой в чьих-то руках, не был таким наивным, добродушным человеком. Он настолько был жесток, что помним, как он даже давал повеление, чтобы убивать всех младенцев мужского пола у израильтян из-за того, что они слишком вот быстро так вот плодились. Но потом все равно Господь своим промыслом все это рассеял, все его планы. Но мы видим, что он был достаточно жестокий. Он такой вот прагматик, который пытается для себя извлечь чисто материальную пользу из присутствия израильтя на земле египетской. Это очень такой удобный, дешевый, а подчас и бесплатный труд. Такой вот тяжелый труд, а сама рабочая сила, ну она не так для него уж и дорого стоит. И вот Господь и говорит, что я знаю, то есть Господь предвидит, что фараон не позволит вам идти. Речь идет не о том, что сам Бог ожесточит его сердце, но Господь видит сердце фараона и он знает, что фараон не захочет по жестокости своего сердца отпускать израильтян. Но при каком условии? Если не принудить его рукою крепкую. И вот дальше уже Господь подает определенную такую благодатную силу пророку Моисею, чтобы он совершал чудеса. Вот даются ему три таких знамени. Во-первых, жезл, чтобы, который у него в руках, вот он бросает на землю, жезл превращается в змея. И поначалу даже сам Моисей испугался, когда увидел, что жезл превратился в змея, даже побежал. Но Господь его укрепляет и говорит, возьми за хвост этого змея. А как обычно-то, когда змеиловы ловят, они на самом деле пытаются чем-то голову прижать. Потому что если ты будешь хвататься за хвост, то змея ужалит. Но Моисей в данном случае уже у него как бы образ такого укрепления. Он уже не боится, берет за хвост эту змею, и змея вновь превращается в жезл. Потом другая, другое, второе знамение, это свою руку. Моисея засовывает за пазуху, вынимает, и вот она вся покрыта проказой. Потом обратно засовывает и вынимает, она уже здоровая. Это по действию Божию. Таким образом, Господь показывает, что только в Божьих руках, все в Божьих руках на самом деле, все. И здоровье человека, и болезни, и проказы, и исцеление от проказы, и жизнь, и смерть, потому что Господь есть Бог-Вседержитель. И поэтому Он всем обладает, и в том числе вот эти наказания, которые будут посылаться фараону и египтянам, это тоже такое промыслительное Божие действие, а не просто какие-то случайные стихийные бедствия, произошедшие из каких-то земных причин. И третье знамение, которое дает Ему Господь, это превращать воду в кровь, то есть вода, она становится непригодной для пищи. И вот все это указывает на то, что когда нужно, Господь может, конечно, и очень так вот жестко нас вразумлять какими-то наказующими действиями, хотя и здесь исходная причина – это Божья любовь, Божья любовь, которая наказывает нас для того, чтобы мы спаслись от своих грехов, от своей вот этой глупой жестокости. И вот уже только когда второй раз Господь является, в следующий, очередной раз Господь является Моисеем, то он уже говорит и предсказывает ему, и говорит уже так, что «Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». То есть вот тут как бы получается так, что как будто сам Господь уже ожесточит сердце фараона, и получается так, что здесь для самих израильтян она, ситуация оказывается совершенно как бы не просто тяжкая, а вообще в превосходной степени безвыходной. То есть было трудно, а станет еще тяжелее. Вот тут такая именно мысль, что фараон и так жесток, но Господь попустит ему стать еще более жестоким. То есть он и так притеснял израильтян, наказывал и всевозможными трудами их уничтожал, а тут Господь попустит фараону стать еще более жестоким. И, кстати, чуть погодя, мы про это читаем, что когда Моисей с Аароном приходят к фараону и говорят «Отпусти наш народ», за пределы Египта на три дня пути для того, чтобы мы совершили праздник Господу, принесли жертвы. А фараон как такой вот прагматик говорит «О чем вы вообще тут рассуждаете? Вам, видимо, нечем заняться? Возвращайтесь скорее к своим работам, а то вы своим безделием начнете развращать других израильтян». И потом фараон призывает надсмотрщиков и говорит, что давайте усильте вот эти все повинности, рабочие повинности израильтян. Если они делали кирпичи и им доставлялась солома для глины, то теперь вот не будем доставлять им солом, пусть и сами еще и солому ищут, а кирпичи изготавливают в том же самом объеме. И действительно, именно так и получилось, что вроде бы он был жестокий, но сердце его еще больше ожесточилось, и израильтянам стало еще хуже. И поначалу даже израильтяне, они совсем возроптали и стали говорить Моисею, что ты такое с нами сделал, что нас совсем обложили этими безвыходными трудами. И вот Господь, Он не случайно так предустраивает, то есть Он показывает, что бывают чисто по-человечески ситуации совершенно безвыходные. И вот ты вроде бы молишься Богу, а Господь еще больше тебе посылает каких-то неприятностей. То есть не просто как одна там беда какая-то, да? Ну как говорят еще, пришла беда, отворяй ворота, да? То есть а тут же еще что-то, где-то еще сыпется. И вот ты вроде бы молишься, а бед еще больше становится. То есть как будто Господь специально собирает вот в это время кучу сразу бед таких, что ситуация кажется совершенно безвыходной, чисто по-человечески. То есть было трудно, а стало еще труднее. Но и вот в этом как раз заключается промысл Божий, вдруг Господь непонятным для самого человека образом проводит его сквозь вот эти испытания так, что человеку вдруг становится настолько лучше, что он даже этого не ожидал, потому что все было против него. Вот из истории можно вспомнить такой пример со святой императрицей Евдокии. Это супруга императора Феодосия Младшего. Это начало пятого века по Рождестве Христовым. И что было, какая ситуация? Она вообще была из языческой семьи. Отец у нее был философ Риттер Леонтий. И вот когда отец умирал, то он решил поделить наследство между детьми. А у него было два сына. Ну и, видимо, из-за того, что это языческая такая традиция, в основном он все и завещал своим сыновьям. А все там имущество, собственность, движимое, недвижимое, вещи, предметы и так далее. А дочери только 100 золотых монет. Конечно, это была тоже приличная такая сумма, но сравнительно с братьями ее это несравненно мало. И вот он ее завещал так, и когда он умер, то братья даже этого ей не уделили. То есть они вообще оставили ее без наследства. И получилось так, что вначале ее решила вот так вот приютить ее тетя, тетя по маминой линии. Потом она, значит, обращается к тете по папиной линии. И та рекомендовала ей в Константинополе попасть к Пульхерии. А Пульхерия — это старшая сестра императора Феодосия. И вот почему так? Потому что, ну, Пульхерия она решала разные дела судебные, в том числе вопросы иногда она решала. И Евдокии предложили обратиться к Пульхерии, чтобы та помогла ей вернуть положенную часть наследства. Ну и действительно, устроили ей аудиенцию. Сестра императора Пульхерия, она, кстати, тоже прославлена в лике святых. Святая Пульхерия ее принимает. А в это время Пульхерия как раз думала, какую бы невесту найти своему брату, то есть императору Феодосию. И вот она вдруг видит, что приходит эта красивая девушка, которая при этом очень образована, прекрасно говорит. Она ведь была дочь и, соответственно, ученица философа Ритера. И та вроде бы говорит с ней по поводу возвращения наследства ее небольшого. А сама Пульхерия, она, у нее возник совершенно новый план. И она задала только единственный вопрос, сохранила ли Евдокия свое девство. И оказалось, что она остается девственницей. И тут же Пульхерия предлагает ей стать супругой самого императора Феодосия. Вот. И действительно, она становится императрицей. Вот. Но дальше она даже как поступила? Что она своих братьев не просто простила, она их скорее пригласила. И им были даны должности при администрации императора. И она сама им сказала так, что если бы вы не поступили со мной плохо, то Господь не устроил бы вот то, что я стала императрицей, да, и вот открылся новый жизненный путь. То есть вот так вот, когда казалось бы, что она вроде бы все потеряла, даже наследства нет. И однако Господь проводил ее через вот эти трудности и дал ей нечто лучшее, нечто более превосходное. И вот так вот в жизни каждого из нас на самом деле, если мы внимательно смотрим на свою жизнь, бывает так, что, допустим, какой-то начальник наш, он вдруг озлобляется, он ожесточает свое сердце, и не хочет никак нам идти навстречу. Но на самом деле, вот когда проходит какое-то время, мы видим, что и из этого мы тоже выносили какой-то урок. Либо мы становились более вот по жизни опытными, либо мы становились профессионально более вот высокого уровня, либо даже бывает так, что вот какой-то начальник, он ожесточившись нас увольняет, и вдруг неожиданно Господь открывает нам новые двери. Понимаете? То есть даже жестокость человеческая, в которой виноваты сами человеки, сами люди. И она, эта жестокость, и это ожесточение, это тоже в Божьих руках. Это вписывается в Божий промысл и служит для нашего спасения, если мы правильно, со смирением и рассудительно это принимаем. Вот о чем идет речь. И в том числе и здесь вот это вот попущенное фараона ожесточение сердца, оно обратилось лишь большими благами для богоизбранного народа. Они были выведены, при этом действительно исключительные чудеса подавали, знамени. И вот там интересно даже так, что как вот само описание вот этого противоборства, вот фараон, да, который как бы представитель вообще языческой религии, я бы так сказал. Он ведь рассматривался как божественный сын, у него самого божественный статус, плюс жрецы, которые наделены различными магическими силами. И вот вдруг приходит этот Моисеис, который вообще даже двух слов связать не может в связи со своим косноязычем. Он обращается через посредством Аарона, брата своего, и действительно вдруг они начинают совершать чудеса. Жезл Моисея, он превращается в змея. Ну, тут же пытаются прислужники фараона повторить своими колдовскими чарами, они свои жезлы обращают магическими заклинаниями тоже в змеев, но жезл Моисеев поглощает жезлы этих жрецов и показывается, кто сильнее. И поначалу, вот поначалу, когда идет описание вот этих противоборств, то фараон, он действительно, он еще даже не хочет и слышать речи Моисея. И когда наступает первая казнь, когда реки обратились в кровь, то фараон не хочет слышать. Он видит, что его собственные маги египетские повторяют эти знамени, он полагает, что, ну, Моисей просто тоже служитель какого-нибудь языческого там башка, божочка маленького. И только уже начиная со второго, со второго вот наказания, когда, второе наказание, это когда жабы всюду полезли и стали заполонять и спальни, и в печи лезли, и в квашни. И для фараона это было, видимо, он отличался такой брезгливостью, просто оказалось что-то такое страшное для него, что он уже призвал. Моисей сказал, ну, хорошо, хорошо, я отпущу вас. Вот тут уже начинаются у него колебания после второй казни. И вот как только Моисей снимает эту казнь, и вот мы читаем в Священном Писании, это вот тоже ключевые слова, это уже 8 глава книги Исход, когда Моисей снимает эту казнь и увидел фараон, что сделалось облегчение и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. То есть мы видим, на самом деле здесь фараон сам ожесточает свое сердце. Он увидел, что казнь пришла, но она же и ушла. Ушла почему? Потому что он всего лишь попросил Моисея с Аароном, они тут же сняли. И фараон подумал, что никакой казни больше не будет. Вот такой прагматик, который думал только о своей пользе личной, который был убежден в своем превосходстве, гордец, тщеславный человек, он сам, сказано, ожесточил сердце свое и не послушал их. Но здесь же указано, как и говорил Господь. То есть Господь-то вот это и предвидел, как будет поступать фараон, как он будет ожесточать свое сердце, и Господь это попускает ему. Вот еще на что хочу обратить внимание. В каком смысле можно понимать эти слова, что Господь ожесточил сердце фараона? Вы знаете, иногда даже самая благая весть, она может кого-то ожесточить. И когда Господь Иисус Христос пришел с евангельской вестью, вы помните, да, пришел к своим, и свои его не приняли. То есть он приходит, он исцеляет, он воскрешает, он открывает глаза слепым, он глухих делает слышащим и так далее. А фарисеи ожесточаются, понимаете? То есть оказывается явное Божие действие, оно может тебя ожесточить, если внутренне ты уже настроен против. Ну, допустим, вот представьте, что вот какой-то человек, вот он говорит своей супруге, допустим, говорит, ну давай вот мы в этом вопросе, мы проявим какое-то милосердие, мы что-то пожертвуем каким-то людям, а жена тут же нет, это только наше, это только вот для нас, мы не будем никому ничего жертвовать, и вот она как бы в себе закрывается, и на просьбы мужа она ожесточается, понимаете? То есть получается так, что просьба мужа о какой-то жертвенности ожесточила жену. Если бы он ее не просил, то сердце бы ее не ожесточалось. Или наоборот, другая ситуация, где жена верующая, муж неверующий. И вот жена говорит мужу, поедем вместе, посетим такое-то святое место, вот может быть ты там в источник святой окунешься, приложимся к мощам святым, а он слушает ее и еще больше ожесточается. Да не хочу, и зачем мне вообще все это нужно? И получается так, что вроде бы самое благодатное дело, да, и самое начинание такое благое, оно его еще больше ожесточает. То есть ты приходишь с каким-то добром, но это добро ожесточает человека. А почему? Потому что внутри он уже ожесточен, и он еще больше вот ожесточается. Поэтому иногда и не нужно настаивать. Если, допустим, вот какая-то молодая еще пара, да, они вступили в брак, но венчаться вот один хочет, а другой не хочет. И тот, кто верующий, он начинает настаивать, ну давай венчаемся, давай лечаемся. А тот только ожесточается, да не хочу, я потом скажу, ну ладно, пойдем вот ради тебя. А сам он ожесточен. Это неправильно, понимаете? То есть не нужно тоже доводить другого человека до ожесточения в этом смысле. Но вот в данном ситуации Господь как раз и поступает так, что он все равно, он доводит фараона до некой степени ожесточения. Чем доводит? Тем, что он показывает явные чудеса своей благодати. Он показывает превосходство религии израильского народа. И фараон поначалу такой совершенно как бы несгибаемый, да, вот правитель, который тоже как истукан. Как самый истукан, да, вот как в каноне Андрея Крискова там есть такие слова. Самый истукан, бег страсьми, да. То есть человек, который погряз в гордыне, он сам для себя становится таким истуканом. И вот этот несгибаемый истукан не хочет даже слышать, ожесточает еще больше, накладывает еще больше трудов на израильтян. Затем наступает противоборство, и вдруг у этого вроде бы самоуверенного в себе человека начинают, наступают какие-то колебания внутри. Он уже начинает их вроде бы отпускать. Потом они освобождают его от наказания, он опять ожесточается. И идет уже внутри него борьба, понимаете? Но Господь все равно являет вот эти чудеса, и самое последнее наказание оказывается самым болезненным, то есть смерть первенцев. Когда у фараона умирает первенец, да, как бы вся его надежда, это преемник его, то вот тут он уже, тут наступает нечто такое невообразимое. Тут же спешат призывать самого Моисея, Аарона, прямо ночью призывают и говорят, скорее уходите, совершайте свое служение Господу, потому что мы уже не можем терпеть этих чудес. И вот тут, конечно же, вот эта языческая гордыня терпит полную капитуляцию. Да, Господь попустил ему как бы дойти до вот этой меры ожесточения. Вот как знаете, бывает так, что какой-то человек, он жестокий, и он швык всех толкать, пихать. И потом он, допустим, есть такие случаи, он кого-то тоже оттолкнул, а вот так упал, что умер. И этого человека сажают, и вот даже пока идет суд, он настолько уже смиряется, что к моменту своего земного наказания, заключения в какую-то тюрьму, у него уже внутри происходит переворот, и гордыня его прежняя, она рушится. На самом деле это происходит, и наблюдалось это не раз, что такие люди, которые бравировали своими способностями там в восточных единоборствах, которые могут там бить направо и налево, и вот им попускается, да, он жесток, но ему попускается где-то проявить чрезмерно эту жестокость, и вот умирает какой-то человек. И тут же этот гордый боец, он вдруг оказывается в растерянности, потому что рушится все, на чем он созидал, то есть он не ожидал, что все так получится, и Господь его через это смирил, понимаете? То есть вначале допустив ему дойти до крайности в его страсти, в его ожесточении, чтобы потом через это его смирить и, может быть, через это и спасти его душу. То есть на самом деле у Господа более премудрые планы, нежели у нас, и поэтому мы не можем так вот просто очень легко как-то объяснить те или иные слова Священного Писания. Мы должны понять, что все, что совершает Господь, он совершает по своей премудрости, по своей неизреченной любви, и даже если нам попускается что-то очень жестокое, то и это имеет, видимо, какую-то глубокую такую мудрую духовную цель, ибо только через это можно сокрушить нашу гордыню, сокрушить наши страсти, а значит спасти нас для вечной жизни, и это намного лучше, нежели вот сколько-то там лет погордиться своей силой, продемонстрировать свою жестокость, а потом навсегда погибнуть. Ну что ж, братья и сестры, наверное, вот этот текст Священного Писания о ожесточении сердца фараонова, он еще должен осмысляться и осмысляться, поэтому я думаю, что мы не ставим окончательных здесь точек, потому что к этому тексту рано или поздно каждый из нас еще будет возвращаться, и в конечном итоге этот текст, он о неизреченном промысле Божьем, о том, что Божья забота и Божьи мысли, они превосходят наши собственные мысли. Вот дай нам Господь хотя бы в малом приблизиться к постижению этих истин, чтобы понимать нам смысл Священного Писания. Храни всех Господь!